Призывные комиссии в Рязанской области будут работать с 1 апреля и до 15 июля. По планам Генерального штаба в армию должны отправиться около полутора тысяч рязанских парней. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, на основании постановления губернатора Рязанской области, начали действовать призывные комиссии в муниципальных образованиях Рязанской области. Уже есть определенное количество призывников, по которым вынесено решение о призыве. Ежеского порядка полутора тысяч человек мы должны за весну призвать. Появились в ходе нынешнего призыва и некоторые новшества. С этого года призывникам будут выдавать персональные электронные карты и банковские карточки. На электронных картах будут записаны все биометрические и социальные данные солдата. Кроме того, молодым бойцам на сборном пункте теперь будут выдавать специальные средства личной гигиены. Шампунь, зубная щетка и бритвенный станок, гель для душа и даже крем для губ. Востребованность большая в весенний призыв выпускников учебных заведений, как среднего профессионального образования, так и высшего профессионального образования. Потому что это уже подготовленные специалисты, скажем так. Действительно, их знания востребованы в ВСК. Надо отметить, что по итогам минувшего осеннего призыва в Рязанской области поймали двух уклонистов от воинской службы. Первый после прохождения медкомиссии просто не явился по повестке на призывной пункт. Второй же молодой человек вовсе не пришел в инкомат, объясняя свою позицию политическими убеждениями. Обычно по таким преступлениям предусмотрен, если человек признает, соответственно, штраф. Но не признает, возможно, получение условного срока. Первый человек, который не поехал в ВСК, он признал вину. Там, вероятнее всего, будет штраф. А человек, который не прошел медкомиссию, человек не признал вообще, в принципе, свою вину. В настоящее время уголовные дела находятся в Московском районном суде, где рассматриваются по существу. По словам Владислава Деева, первая партия рязанских новобранцев отправится в свои части для несения службы уже в третьей декаде апреля.